Хрустальным голосом капели Дитя лаская тихой песней. И дом молитвы освященный Стоит открытый всем ветрам, И учит бабушка-внучонка словам Отчизна, мама, храм. Семья — источник изначальный, Небесным ангелам хранимый, И грусть, и радость, и печаль Одна на всех неразделима. Пусть повторятся в поколениях Благословенные жизни дни. Храни, Господь, очаг семейный, Любовь любимых охранима. Семья — любви Великой Царства Вне вера, праведность и сила Семья — опора государства Страны моей, моей России. Семья — любви Великой Царства 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 Ты такая нежная, с верою звеной, Кто глядишь небеской, кто молчишь с тобой, Что нас слишком алая, нас страной зря. Отдохни, устраивая, Родина моя, Отдохни, устраивая, Родина моя. В слезах моей, в крестах церквей, Живет надежда, любовь и сила. Крани тебя, горькие дни, Моя Россия, моя Россия, Крани тебя, горькие дни, Моя Россия, моя Россия. Ты сама не ведала, что в тебе сильней, Запрягала медленно, загнала граней, Под снегами талыми, плачет колея, Отдохни, устраивая, Родина моя. Отдохни, устраивая, Родина моя. В слезах моей, в крестах церквей, Живет надежда, любовь и сила. Крани тебя, горькие дни, Моя Россия, моя Россия, Крани тебя, горькие дни, Моя Россия, моя Россия, Родина моя. Добрый праздничный день Программу сегодняшнего конкурсного прослушивания открыл семейный ансамбль «Дельман Петрова», который приехал к нам из далекого северного Муромцевского района. Аплодисменты первооткрывать! Спасибо вам! Действительно, дорогие друзья, вот спустя годы понимаешь, что главная ценность жизни — это семья. Наша крепость, пристань, пристанище — место, которое защищает нас от невзгод и несправедливости мира. Место там, где согреют, там, где утешат. И вот сегодня, сравнительно недавно, если быть точнее, то 11-й год подряд мы отмечаем новый российский праздник — День семьи, любви и верности, корни которого уходят в далекое православие. Святые Петр и Феврония — покровители этого православного праздника, чья любовь была пронесена сквозь годы и свой жизнь, несмотря на трудности и испытания. Ну, а символ праздника — это наш любимый российский цветок — ромашка, который издавна символизирует любовь. Мы поздравляем всех участников и всех зрителей с этим замечательным и красивым праздником — Днем семьи, любви и верности. И желаем всем вам крепких семей благополучия вам и вашим детям с праздником! И вот сегодня в Днем семьи, любви и верности мы встречаем в этом зале интересные творческие, дружные и семейные коллективы и ансамбли, которые приехали к нам со всех концов нашей области. Все они участники заключительного тура областного фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп семейных красок». Учредители и организаторы фестиваля — Омская областная общественная организация ветеранов-пенсионеров и бюджетное учреждение культуры «Областной дом ветеранов». Проект осуществляется на средства муниципального гранта и субсидий Министерства труда и социального развития Омской области. Ну а задачи, которые ставит перед собой фестиваль, просты и понятны. Это выявление и поддержка самобытных творческих семей. Сегодня вы уже смогли увидеть в фойе образцы декоративно-прикладного творчества семей, семейное фотоискусство. Ну а сейчас мы будем знакомиться с вокальными, театральными, хореографическими и инструментальными семейными коллективами. Но прежде слово для приветствия организаторам фестиваля конкурса. Я приглашаю на сцену директора областного дома ветеранов Павла Павловича Черных. Здравствуйте, дорогие, уважаемые гости, земляки нашего замечательного края Омской земли. Конечно, очень здорово, что наш светлый праздник православный, День семьи, любви и верности, все больше и больше набирает обороты и, наверное, широко шагает не только по нашей стране, но, я думаю, во всем славянском мире. Конечно, все навязанные нам псевдокультуры уводили долгие годы нас от этих очень великозначимых, наверное, понятий, которые являются основным хребетом нашей государственности. Это, конечно же, наша провинция, наш край сибирский. Это, в принципе, семья. И очень отрадно отметить, что, в принципе, из года в год все больше популярность набирает вот именно праздничные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. Действительно, наверное, есть примеры, когда возрождение нашей истории, наших традиций, память об этом, эти шаги памяти, которые позволяют нас вернуться к тем незыблемым истокам, которые позволяют нашей стране быть крепкой, сильной, мужественной и помочь, наверное, как всегда, подставить свое плечо этому грешному миру и выжить в этих непростых тяжелых условиях озлобанности вокруг нашей России. Я верю в это и думаю, что выражу общее мнение областного совета ветеранов областной организации, нашего дома ветеранов коллектива, себя лично, о том, что этот замечательный праздник и дальше будет, наверное, тем огромным потенциалом возрождения вот этих замечательных наших национальных традиций. И сегодня к нам приехала половина представителей областных, местных, муниципальных районов и половина городских. И очень хотелось бы, что этот праздник и дальше разрастался, и все силы, которые сконцентрированы в самодеятельном творчестве, в семейном в том числе, и дальше набирали обороты, возрождались, позволяли на очень высокий уровень поднимать вот эту нашу духовную сторону, культурную сторону, потому что мы очень богатая страна, не только полезными скопами, но прежде всего людьми. Я всех искренне поздравляю с этим замечательным праздником. Я желаю отличных успехов сегодня в этом заключительном этапе нашего областного конкурса. Ну и справедливой оценке нашему компетентному жюри тоже, думаю, они будут радушны в понимании лучших. Спасибо! Всех с праздником! Я приглашаю на сцену начальника отдела по делам ветеранов и граждан пожилого возраста Министерства труда и социального развития Омской области Светлану Алексеевну Калинкину. Добрый день, уважаемые друзья! Я от имени Министерства труда и социального развития Омской области хочу поздравить вас с этим праздником, хочу пожелать вам всех побед, чтобы ваши семьи крепли, чтобы ваше творчество развивалось, чтобы вы радовали всех людей своим творчеством, ознакомливали их, чтобы вы общались. В общем, всех вам благ. Благодаря поддержке правительства Омской области вы собираетесь, создаете, проводите все сдачные мероприятия социальные, поэтому всяческих успехов! Я желаю плодотворной работы вместе с нами. Хочу вам сказать такие слова, и это слова нашего замечательного земляка, а это Роберта Рождественского «Все начинается с любви». «Все начинается с любви», твердя, в начале было слово, а я провозглашаю снова «Все начинается с любви». «Все начинается с любви» и озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка, «Все начинается с любви», «Все начинается с любви», «С любви». Я это точно знаю все, даже ненависть, родная и вечная сестра любви, Все начинается с любви. Мечты и страх, вину и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе. Живи. И ты от шепота качнешься. И выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Я желаю, чтобы в ваших сердцах всегда цвела любовь. Всего доброго. Спасибо. Ну, а мы с любовью начинаем конкурсную часть нашего праздника. Я должна сказать, что выступление участников фестиваля сегодня оценивает компетентное и доброжелательное жюри в следующем составе. Председатель жюри концерт кафедры теории и методики музыкально-эстетического воспитания факультета искусств Омского государственного педагогического университета, руководитель лауреата всероссийских и международных конкурсов камерного хора ЛИК Татьяна Вячеславовна Капустина. Члены жюри, педагог по вокалу Хармейстер, руководитель лауреата международных и региональных конкурсов, народного вокального коллектива академического пения «Элегия» Людмила Ивановна Васильченко. Ведущий методист отдела дополнительного образования, искусств и культурно-досуговой деятельности Департамента культуры администрации города Омска Ирина Константиновна Юрьевича Усех. И председатель культурно-массовой комиссии и комиссии по работе ветеранов и труда Омской областной общественной организации ветеранов и пенсионеров Валентина Максимовна Акбаевна. Пожелаю жюри успешной и плодотворной работы. Ну что ж, дорогие друзья, англичане говорят, мой дом, моя крепость. А мы сегодня откроем двери, распахнем окна и впустим в наши крепости побольше тепла, света и новых интересных друзей. И мы приглашаем на сцену участников конкурсной программы. Это семейное трио, в составе которого, как в пьесе Чехова «Три сестры». Знакомьтесь, это Татьяна Альдо, Татьяна Адольфовна Богер, Елена Адольфовна Пирс и Анна Адольфовна Токовикова. Карминовское районное отделение. И сегодня они представят нам песню на стихи другого классика Михаила Юрьевича Лермонтова «Музыка народная». Казачья песня «Бородино». Вокальное семейное трио «Сестер Богер» Кирш Соковиковых. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная пожаром. Продолжение годная пожаром. Мы ждали третий день, повсюду стали слышны речи, Пора добраться до картечи, и вот на поле грозной сечи Ночная полотень, и вот на поле грозной сечи Ночная полотень, и только небо засветилось, Все шумно вдруг зашевелилось, мелькнул за строй, Мелькнул за строй, полковник наш строжен был хватом, Слуга царю, слуга царю, отец солдатом, Да жарь его сражен Булатом, он спит в земле сырой, Да жарь его сражен Булатом, он спит в земле сырой, И молвил он, свергнув очами, «Ребята, нет, аспальдонами» Умрем тишь под Москвой, как наши братья умирали, И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали, Мы в Бородинский бой, и клятву верности сдержали, Мы в Бородинский бой. Спасибо огромное. Ну, а казачью тему фестиваля продолжит новое вокальное трио Из Называевского района, которое так и называется. Трио «Сестры Марцеленко». Ваши аплодисменты. Русская народная песня «Шел казак». Шел он лесом дорогой прямой, Оборвалась доска под рема казака, И скупался в воде ледяной. Погибла с доска под рема казака, И скупался в воде ледяной. Погибла сошел на крутой бережок, И костер на древною зажег, И матерушка шла, И к нему подошла, Что случилось с тобою дружок. Отвечай, казак молодой, Я все дружок. Я все дружок под рема казака, И скупался в воде ледяной. Погибла с рема казака, И скупался в воде ледяной. Погибла с скупался в воде ледяной. Говорила казачья ему, Не гладись с казак налево, Погибла с рема казака, Погибла с души, За пламя и красавчира С миром длинный теплый костер на дорогу. Звучит музыка. Звучит музыка. Программа фестиваля продолжает дуэт «Брат и сестра», которые приехали к нам из Нижнего Омского района. Это Андрей Филимонов и Анна Бессонова. Встречайте! Музыка Марка Фрадкина «Добрая примета». Ты говоришь, я молчу, только тебя слушать хочу. Все стараюсь, как ты, найти счастливые черты. Ты не видишь, пролетает звездочка пьета, А это добрая примета. О, небо с голодом цвета, И это добрая примета. О, мадам, мой взятелый, И это добрая примета. По всем приметам нас с тобой нашла реклогу. Ты слышишь, пара в воду, И не в плечах где-то, А это добрая примета. Запей и птицы на рассвета, И это добрая примета. Трудною возразвинила в воду, И это добрая примета. Идем навстречу с тобой другого. Я говорю, ты молчишь, Родость поймешь, Сверху страстишь, И много добрых предметов. И еще давай нашим небом ответ. Ты не видишь, пролетает звездочка пьета, А это добрая примета. О, небо с голодом цвета, И это добрая примета. Туман, мой взятелый, И это добрая примета. По всем приметам нас с тобой нашла реклогу. Ты слышишь, пара в воду, И не в плечах где-то, А это добрая примета. Запей и птицы на рассвета, И это добрая примета. Трудною возразвинила в воду, И это добрая примета. Идем навстречу с тобой другого. О, ла, 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 И слышишь пара флора, пирогичка в тену, А это доброе преднете, Сотели птицам для снега, И это доброе преднете, С трудою засвету в тену, И это доброе преднете, Ведет на встречу с тобой любовь. Ведет на встречу с тобой любовь, Ведет на встречу с тобой любовь. Комская область – это многонациональный район России. Здесь объединены более 120 национальностей, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии и отличающихся самобытностью культуры. И среди участников нашего фестиваля – семейные коллективы, сохраняющие музыкальные традиции и язык своих предков. На сцене – семейный ансамбль Назаровых Ренда из Щербогольского муниципального района, в составе которого мамы и сыновья. Приглашаем их на сцену под ваши аплодисменты. И они дарят нам немецкую народную песню «Вандернде музыканты», «Бродячие музыканты». Семейный ансамбль Назаровых Ренда. 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 Квартир над Баровой Ренда А мы приглашаем на сцену вокальный дуэт Чербакурского района Гульнарага Лемжановна и Нурия Хусаиновы. Казахская народная песня «Балхадиша». Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Балхадиша» 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 Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка